Время Время Так устроены и работают полупроводниковые приборы. Группа элементов, которые имеют удельное сопротивление больше, чем у проводников, но меньше, чем у диэлектриков, называют полупроводниками. Их характерной особенностью является уменьшение удельного сопротивления с увеличением температуры. Рассмотрим основные физические свойства полупроводников на примере кремния. При повышении температуры в кристаллической решетке наступает разрыв отдельных связей. Освободившиеся варентные электроны перемещаются беспорядочно между узлами решетки. В электрическом поле движение свободных электронов становится упорядоченным и возникает электрический ток. При освобождении электронов на их месте образуются дырки. Часть связанных электронов перескакивает на места образовавшихся дырок. Образуются новые дырки. В электрическом поле беспорядочное движение дырок становится упорядоченным и в полупроводнике возникает электрический ток. Заменим один атом кремния атомом мышьяка, имеющим пять валентных электронов. При этом четыре электрона образуют парноэлектронные связи, а пятый электрон, слабо связанный с атомом, становится свободным. Атом мышьяка превращается в положительный ион. Кристалл же в целом электрически нейтрален. Замещение атомов кремния атомами мышьяка приводит к преобладанию в кристалле электронной проводимости, обусловленной движением основных носителей заряда свободных электронов. Такие кристаллы называются полупроводниками Н-типа. Теперь введем в кристалл кремния атом Индия, который имеет три валентных электрона. Для нормальной связи атома в кристалле необходимо четыре электрона. Одна связь осталась незаполненной. Образуется дырка. В результате теплового движения атомов, один из электронов связи освобождается и восстанавливает связь. Атом Индия превращается в отрицательный ион. Замещение атомов кремния атомами Индия приводит к преобладанию в кристалле дырочной проводимости. Такие кристаллы называются полупроводниками П-типа. В полупроводниковых приборах используются особые свойства граничной области, называемые ПН-переходом. Благодаря тепловому движению электроны диффундируют в дырочную область, а дырки в электронную, оставляя нескомпенсированные заряды. Перейдя в соседнюю область, электроны и дырки рекомбинируют между собой. При этом образуются нескомпенсированные ионы. На границе между областями возникают разноименно заряженные слои, и между ними появляется электрическое поле. Оно препятствует дальнейшей диффузии электронов и дырок, и между областями кристалла возникает слой неподвижных зарядов, называемый запирающим слоем. Если электрическое поле внешнего источника имеет такое же направление, что и внутреннее поле ПН-перехода, то происходит расширение запирающего слоя. Небольшой ток при этом создается неосновными носителями заряда. Такое включение ПН-перехода называется обратным. Если внешнее электрическое поле имеет направление, противоположное внутреннему полю ПН-перехода, то электронные дырки под воздействием этого поля преодолевают область ПН-перехода. Происходит разрушение запирающего слоя. Такое включение ПН-перехода называют прямым. Сила тока при таком включении ПН-перехода значительно больше, чем при включении в обратном направлении. Приборы, в которых применяется свойство односторонней проводимости ПН-перехода, называются полупроводниковыми диодами. Односторонняя проводимость диода широко используется в различных радиоэлектронных приборах и устройствах. Это наиболее распространенные диоды. Так выглядят они схематически. А это их графическое изображение. В наиболее распространенном полупроводниковом приборе-транзисторе имеются два ПН-перехода. Тонкий слой полупроводника между ними называется основанием или базой. На этой схеме нижний слой — эмиттер, а верхний — коллектор. Это графическое изображение транзистора. При любом включении в электрическую цепь выводов от крайних областей кристалла, эмиттера и коллектора, один из ПН-переходов оказывается включенным в обратном направлении, поэтому ток в коллекторной цепи транзистора практически отсутствует. Эмиттерный переход в электрическую цепь вывода можно управлять током в цепи коллектора. Поэтому изменение силы тока в цепи эмиттерного перехода приведет к синхронному изменению силы тока в цепи коллектора и напряжению на резисторе, включенном в эту же цепь. Изменение напряжения показывает вольтметр. В отличие от биполярного транзистора, иначе устроен и работает полевой транзистор. Он представляет собой тонкую пластину полупроводника с одним ПН-переходом в центральной части. Электрод, от которого начинают движения основные носители заряда, называется истоком. А электрод, к которому они движутся, стоком. Электрод, управляющий проводимостью канала, называется затвором. Если создать напряжение между истоком и стоком полупроводника, то в узком канале возникает электрический ток. Если подключить отрицательный полюс источника к затвору, запирающий слой расширяется, сужается токопроводящий канал. Управление полевым транзистором осуществляется напряжением на затворе, то есть электрическим полем. Отсюда возникло название полевой транзистор. Так выглядят транзисторы, серийно выпускаемые нашей промышленностью. В электронике происходят невидимые, неосязаемые процессы. Но мы знаем, что усилительные свойства транзистора используются во многих электронных приборах. Электроника сегодня проникла во все сферы нашей жизни. Мы буквально окружены электронными устройствами, в основе которых заложен принцип работы транзистора. Итак, транзистор. Его герметичный корпус служит для защиты от пыли, влаги, света, механических повреждений. У транзистора по сравнению с электронной лампой отсутствует нить накала, которая потребляет значительную мощность и требует время для разогрева. Транзисторы во много раз меньше по размерам и по массе имеют гораздо большую механическую прочность. Это одна из первых вычислительных машин. Тысячи радиоламп создавали такую высокую температуру, что одной из проблем их эксплуатации был отвод тепла. В современных электронно-вычислительных машинах работают уже микросхемы. В них по специальной технологии соединены полупроводниковые элементы. Получают эти элементы в одном монокристалле путем соответствующих изменений в структуре решетки. Напылением металла создаются мостики проводимости, и, наконец, получается сложная структура с конденсаторами, диодами, транзисторами, резисторами. Одна интегральная схема может содержать десятки тысяч транзисторов и других полупроводниковых элементов. И время мы сегодня отсчитываем по электронным часам. В них также работают интегральные схемы. Каждый из этих микрокалькуляторов содержит микросхемы. Современные ритмы потребовали создания принципиально новых музыкальных инструментов. И здесь работают микросхемы и транзисторы. Эти микросхемы установлены уже в промышленном оборудовании. Роботизированный технологический комплекс металлообработки. Современный токарный станок, управляющие стойки с микропроцессором, программируемый робот соединены здесь в единый комплекс. Вся система управления выполнена на транзисторах и других полупроводниковых приборах. Широкое применение средств вычислительной техники, станков с числовым программным управлением, промышленных роботов, ускоряет внедрение гибкой технологии, быстро перестраиваемой на изготовление новой продукции. Автоматизация производства влечет за собой сокращение неквалифицированного ручного труда. Сегодня применяются роботы с программным управлением. Они выполняют те команды, которые закодированы в управляющей программе. И здесь, конечно, не обошлось без транзисторов. Роботы-грузчики. Сборщики. Сварщики. Целые роботизированные линии. Они участвуют в производстве самой популярной у нас машины — «Жигули». Авиационные конструкторы сразу оценили преимущества транзистора. Миниатюрность, малый вес и небольшая потребляемая мощность — эти требования предъявляются к любому прибору, устанавливаемому на летательном аппарате. Трудно представить сегодня развитие научно-технического прогресса без применения различных микросхем, в основе которых заложен принцип работы транзистора. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...